Здравствуйте! В эфире первого медицинского канала программа «Фармацевтическое обозрение» в студии Ольги Смирнова, и я познакомлю вас сегодня с новостями фармацевтического рынка. Реформа здравоохранения. Продолжение следует. Несколько недель назад закончил свою работу форум Общероссийского народного фронта с участием президента России. Отголоски этого мероприятия по-прежнему будоражат российское здравоохранение. Основная интрига, которую, затаив дыхание, ожидали руководители российского здравоохранения и общественность, будет ли признана реформа здравоохранения провальной и поставит ли на ней жирную точку. Главные вопросы, обсуждавшиеся на форуме, были не на вы для отрасли. Это и негативное колебание показателей смертности населения, и сокращение врачей и больниц, и стремительное развитие платной медицины, и организация системы государственных закупок, а также доступность и качество медицинской помощи. Как и ожидалось, разговор получился нелегким. Естественно, что у чиновников и общественных деятелей было различное видение происходящей здравоохранения ситуации. И перечисление проблем в отрасли заняло гораздо больше времени, чем рассказ об успехах профильного ведомства. Несмотря на то, что фронтовики всерьез дали понять, что собирается до конца отстаивать свою позицию, а прекращение оптимизации здравоохранения в силу ее провала критика Минздрава, вопреки ожиданиям многих, получилась неагрессивной, без громких заявлений и разоблачений. Однако президент Путин не поддержал радикальное предложение сторонников сворачивания реформ, назвав эти изменения нужными и своевременными, и призвав быть более конструктивными в оценке происходящих преобразований. Госдума надеется изменить принципы государственного регулирования рынка биологически активных добавок. В сентябре председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников отправил вице-премьеру Ольге Голодец письмо, в котором, среди прочего, отметил, что правительству необходимо рассмотреть вопрос о передаче полномочий по контролю над рынком БАД от Роспотребнадзора в Росздравнадзор. О том, что может последовать за этим предложением, спросим у нашего эксперта Игоря Климанова. Добрый день, уважаемые зрители. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что тема регулирования биологически активных добавок самая скандальная на сегодняшний день на фармацевтическом рынке. Не так давно были выявлены препараты для повышения потенции, в которых содержались лекарственные субстанции, по поводу которых были возбуждены в том числе и уголовные дела. Наверное, это повлияло на то, что работа Роспотребнадзора показалась не так эффективной, как на самом деле есть. Хотя на нашем рынке регулирования хватает, и основные проблемы по биологическим добавкам связаны с двумя вещами. Это с недобросовестной рекламой и содержание в них каких-то посторонних субстанций, которые влияют на их безопасность. Наверное, следует говорить в первую очередь о том, чтобы поменять саму схему или повысить эффективность самой схемы регулирования этого рынка, а не говорить о том, что давайте мы сменим ответственного, кто за эту работу отвечает. Более того, заявления к Сергею Калашникову идут в разрез с заявлениями Ольги Голодец, который, наоборот, говорил о том, чтобы передать функции Росздрава в Роспотребнадзор. О том, как будут развиваться события, мы посмотрим дальше и расскажем вам. Глобализация на рынке государственных поставок дорогостоящих препаратов. Владимир Путин поручил правительству вернуться к централизованной закупке лекарственных средств. Речь идет о препаратах для ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитом и туберкулезом. При этом функции по закупке лекарств, как это было до 2013 года, напрямую передадут Минздраву. Предполагается, что единым поставщиком препаратов, скорее всего, станет компания «Нацимбио», которая входит в госкорпорацию «Ростех». В результате она сможет рассчитывать почти на 17,5 млрд рублей федеральных средств. Эксперты рынка считают, что этот вопрос уже решен. Централизацию госзакупок лекарственных препаратов на форуме Общероссийского народного фронта поддержали все, включая Владимира Путина, заявившего об обоснованности укропнения закупок. В Минздраве также ведут разговор о централизации. В ведомстве данный вопрос обсуждается в связи с тем, что такая централизованная система закупок лекарств позволит более эффективно расходовать бюджетные средства, а также снизит риски неполучения тем или иным гражданинам необходимых препаратов. По словам директора Департамента лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий Елены Максимкиной, Минздрав готов администрировать эту процедуру и, возможно, даже создать отдельное агентство для ее реализации. О том, какой может быть судьба этой инициативы, спросим нашего эксперта Игоря Климанова. Действительно, сама идея отобрать у регионов закупки дорогостоящих препаратов и сделать их централизованными витала в воздухе уже давно, поскольку существующая схема закупок показала свою неэффективность и вызывала массу нареканий, в первую очередь связанных с удорожанием цены при закупке лекарственных препаратов. Как полагают эксперты рынка, передача закупок лекарственных препаратов в руки одной компании – дело практически уже решенное. Более того, практически все участники форума Общероссийского народного фронта высказались в ее поддержку. И у дочки Ростеха, национальной иммунологической компании, есть все шансы стать единственным государственным поставщиком дорогостоящих лекарственных препаратов. Как будет сделана эта работа, какова будет его эффективность, мы можем видеть в дальнейшем. Российская фармпромышленность на азербайджанском рынке. Перспективы сотрудничества. В Баку прошла международная выставка «Форум Россия-Азербайджан. Фармацевтическая и медицинская промышленность. Сегодня и завтра», в ходе которой участники встречи обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества в области фармацевтической и медицинской промышленности. В мероприятиях деловой программы участвовали представители профильных министерств и ведомств, бизнес-сообщества, профессиональных ассоциаций Азербайджана и России. Российскую делегацию представляли заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цып, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, а также российские фармпроизводители. На выставке были представлены экспозиции 28 российских предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. Ключевыми темами пленарного заседания стали вопросы законодательного регулирования в области лекарственных средств и медицинских изделий, экспорта российской фармпродукции в страну и организации совместного производства лекарственных средств на территории Азербайджана. В ходе форума Сергей Цып подчеркнул, что развитие сотрудничества России и Азербайджана как в сфере расширения присутствия российских компаний на рынке Азербайджана, так и по созданию совместных предприятий – один из приоритетов отечественной промышленной политики. Перспективы создания единого рынка лекарственных средств обсудят международные эксперты. В Москве состоялось заседание «Круглого стола», главными темами которого стали обсуждение наиболее актуальных вопросов формирования единого рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, а также анализ опыта в этой сфере Европейского союза. В нем приняли участие первые лица коллегии Евразийской экономической комиссии, представители профильных организаций Евросоюза и российские эксперты. Соорганизаторами выступили Ассоциация международных фармацевтических производителей и Европейская федерация фармацевтических производителей и ассоциации. О том, какие изменения происходят в процессе создания единого рынка лекарственных средств, спросим у нашего эксперта Игоря Климанова. В ходе мероприятия планируется обсуждение перспектив перехода к единому рынку лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза. Работа по этому вопросу не прекращается ни на минуту, и уже сейчас ведомства разрабатывают более 25 документов, самые важные из которых – это правила регистрации лекарственных препаратов на новом рынке. О том, что он будет, сомневаться не приходится. Это подтвердили все заинтересованные ведомства, и с 1 января 2016 года в рамках Евразийского экономического союза нас ожидает совершенно новый интересный фармацевтический рынок. Это была программа «Фармацевтическое обозрение». С вами в студии была Ольга Смирнова и Игорь Климанов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok